Искусство семейных отношений В Европе и в Америке это норма жизни, что у людей психотерапевты Но это не норма жизни, поверьте У нас проект «Пристология третьего тысячелетия» Мы хотим, чтобы вообще всех от психологов не было Это наш план мимо Потому что если мне плохо, мы должны в семье это решать Но если я буду ходить кому-то говорить Помните, когда я вообще каюсь Вот лет 20 назад я популяризировала эту профессию Сейчас я занимаюсь прямо противоположным Потому что у нас раньше говорили, я не псих, чтобы ходить к психологам То есть чего ради я должен идти к психологам, когда у меня есть друзья У меня есть родственники, у меня есть братья, сестры Чего ради я должен? Но потом эта культура так вошла, что действительно Когда мне плохо, я собираюсь идти к психологу И конечно психолог там что-то Я не говорю, что психолог должен уходить Но я говорю о том, что нам нужно учиться в семье лазить Нам нужно научиться разговаривать так, чтобы слышать друг друга Нам нужно научиться в поле зрения попадать в другого человека Мы не с кислой ногой Да? Обычно мы пропадаем в поле зрения Например, женщина Она говорит, все, я с тобой разговаривать не могу Но она же не может разговаривать Она всем своим видом разговаривает Она всегда попадает в свои глаза, чтобы поговорить Ночью То есть это наша экология Мужчина тоже Вот например, если у нас напряженное отношение Мужчина так начнет давить внутри, внутренне Такую атмосферу создаст Что еще будет хуже Но каждый если из нас будет думать об экологии Скажет, боже мой, я сейчас в своем собственном доме Включила газ, выхлопну трубу Я включила все стоки, сливы, рек И все в свой собственный дом еще поддаю Ох, да? Пойдешь, я сейчас еще вам подам И вы представляете, в такой атмосфере Как мы сами так будем жить Не говоря о том, как будут дети наши жить Поэтому, пожалуйста, давайте начнем замечать за собой Как мы подвиг атмосферы Субтитры создавал DimaTorzok